Здравствуйте! В эфире итоговая информационная программа новости 24 Саратов. О жилищно-строительной отрасли региона мы поговорим с профильным министром Дмитрием Тепиным. И сегодня в этой студии мы обсудим вхождение в отопительный сезон, итоги работы министерства за 9 месяцев, а также поговорим о том, когда завершится ремонт теплотрасс на улицах Саратова. Дмитрий Валентинович, здравствуйте! Добрый день! Основной темой для разговоров саратовцев в начале октября является подключение отопления. В этом году вхождение в отопительный сезон началось, скажем так, непривычно рано. Какие результаты можно подвести по итогам первой недели? Действительно, с начала недели началось во всех районах области подключение к теплу. Если говорить о предварительных итогах, то на сегодняшний день порядка 80% жилищного фонда уже подключено к отоплению во всех районах области. И, соответственно, свыше 80% приближается к 90% объект социальной сферы. Этому предшествовала большая работа. Большая работа руководителя администрации районов, на базе которых были сформированы рабочие группы. И, согласно распоряжению губернатора, по подготовке к вхождению к отопительному сезону летом, конечно, проходила большая огромная работа по подготовке фактически 14 тысяч многоквартирных домов к отоплению, свыше 5 тысяч теплоисточников, свыше 5 тысяч объектов социальной сферы, 8 тысяч километров сетей тепловых были проведены в хорошую готовность, соответственно, и проведены работы на теплоисточниках. Также важно отметить, что вхождение в отопительный сезон – это только начало процесса. Поэтому были сформированы необходимые запасы резервного топлива, полностью на 100% сформированный резерв по мазуту, в газохранилищах полностью заказан на весь резервный период газ, дрова, и 318 мобильных групп аварийных на сегодняшний день полностью укомплектованы необходимыми материалами, средствами и, соответственно, материально-техническими обеспечениями. Для этого существует специальный аварийный подход, и в 13 зональных совещаний, которые проходили во всех районах области, были четко отмечены тренировочными подходами. На котельных, на объектах теплоснабжения линейных мы проводили тренировки, как себя вести, если вдруг аварийная ситуация все-таки настанет, хотя мы их не хотим ожидать этой зимой. Но подсказывает так, что бывает, конечно, ситуация, надо четко и оперативно отреагировать, зачастую это и ночью, и днем, чтобы ни один житель нашей губернии, области, не почувствовал на себе, соответственно, вот такого вот подхода, и в квартире стало холодно. Еще одним из залогов успешного вхождения в отопительный сезон является модернизация объектов в коммунальной сфере. А какие мероприятия в сфере энергосбережения и энергоэффективности проводятся по Саратовской области? Действительно, на сегодняшний день надо понимать, что вектор работы в этом направлении изменился. Если раньше модернизация комплекса теплоснабжения, водоснабжения, коммунальной сферы шел фактически субсидиарно, то есть федеральная власть, областная, муниципальная выделяла бюджетные деньги, и мы ввели на это ремонт. Сегодняшний подход отличается от этого. Никаких денежных средств нам не хватит, чтобы модернизировать систему, поэтому мы идем по пути энергосервисного подхода. То есть мы анализируем старое энергоемкое оборудование, смотрим, какие современные сегодня существуют механизмы, чтобы туда поставить либо новый котел, изменить схему теплоснабжения, изменить насосную группу, поставить частотные преобразователи, поставить электронику. И появилась экономия на этом объекте. И за эту экономию мы потом выплачиваем платеж по энергосервису, полулизинговая схема и так далее. Этот подход мы сейчас стали очень много применять по Саратовской области. В этом году мы много модернизируем светильников, котельного оборудования, горелочного оборудования, которые ставим в дома теплогенераторы. И по этому пути идем. В следующем году мы хотим, в принципе, согласно тех схем теплоснабжения, а база всему – это те схемы теплоснабжения, которые приняты в каждом районе Саратовской области, которые четко определяют путь развития теплоэнергетики, отключением квартирных домов, переход социальных объектов на индивидуальное отопление, либо это блочная котельная, либо есть сейчас очень хорошее направление – это котлы наружного применения. То есть нам не нужно места формировать под котельную. Можно на крыше, можно рядом пристроить, можно на стенку повесить. Котел, который автономно круглый год работает. И кроме сервисного обслуживания не нужно ничего. Включил, и тепло появилось в социальном объекте. Исходя из таких подходов, и будет в будущем формироваться соответственно наше развитие теплоэнергетики. Поэтому инвесторов всех, и банков, и инвесторов, мы сейчас, у нас порядка на 800 миллионов на сегодняшний день есть таких проектов. Мы сейчас привлекаем банки. Банки сейчас последние, сначала они неохотно шли в эту сферу. Центробанк всегда говорил для всех банков, что это коммунальные проекты, это проекты с высокими рисками. Но сейчас мы убедили банки, они пошли работать по инвесторсным контрактам, и мы ведем эту работу. А какие из районов являются лидерами по началу вхождения в отопительный сезон? А каким, наоборот, надо поднапречься? Ну, традиционно, ну и этот год не стал исключением, лидерами являются такие районы, как Энгельский район, в котором уже фактически приближается к завершению полностью вхождения и жилого комплекса, и объектов социальной сферы. Также необходимо отметить такие районы, как Краснопартизанский, такие районы, как Арткарский, Аркадагский, которые уже в принципе в начальном периоде уже фактически Самойловский район обеспечили стопроцентную готовность. Но зачастую, к сожалению, и в этом году тоже не стало для нас, ну, к сожалению, так скажем, стало правилом, что Красноармейский с Балашовским районом нас, к сожалению, отстают. Фактически темпы наращивают только вот сегодня, они начинают приближаться к тем параметрам, которые уже многие районы за эту неделю наверстали. Ну, я уверен, что к концу сегодняшнего дня, либо к завершению завтрашнего, они выйдут уже на темпы. Мы все-таки, как в начале недели говорили, что к концу недели мы должны полностью, ну, конечно, за исключением каких-то отдельных моментов, мы их избежать не сможем, потому что есть технические и завоздушивания стояков, и различные аварийные ситуации на объектах. Постараемся ввести все объекты в жилой сферу, ну, и, соответственно, в социальную сферу, подключить к теплу, чтобы граждане полностью пользовались уже качественной услугой. Ну, вот еще была информация, к примеру, о ситуации в Петровском районе, где, говорят, нет отопления даже в школах. Что вы можете сказать по этому поводу? Нет, на сегодняшний район, это где-то, может быть, в середине недели, на сегодняшний район и в Петровском районе тепло подается. Там остался один спорный момент, это по зоне котельной предприятия АМОЗИЛ. Ну, по нему мы тоже сегодня в течение дня разберемся, и до конца дня, я думаю, и по этой котельной пойдет тепло. Саратове на вхождение в график в отопительный сезон может повлиять также работа Волжской ТГК, из-за деятельности которой у нас обычно перекопано полгорода. И даже губернатор уверен, что работу вполне можно было бы ускорить. И скажите, пожалуйста, почему именно в начале осени энергетики начинают менять трубы, когда это спокойно можно делать летом? Ну, уже на эту тему, конечно, Валерий Васильевич говорил, что такая ситуация неприемлема, потому что когда в конце или в начале отопительного сезона, фактически в конце года, все идут строительные работы на улице города, мешает гражданам проезжать, спокойно передвигаться по городу. И поэтому с компанией ВТГК были проведены соответствующие беседы, соответствующие разговоры, чтобы будущие аукционы, которые будут проводить на следующий год, делались заранее. Мы должны в отопительный сезон ходить без каких-либо проблем. Мы должны четко повернуть рубильник, либо повернуть задвижку, и тепло должно появиться. Зажгли тепло, тепло в доме появилось. Но надо отметить, что и те обязательства, которые ВТГК на себя брала, то есть завершить объекты по основным улицам, крупным, это по улице Радищева, по улице Рабочей, по улице Соколовой, мы все видели все эти работы, которые велись, они все-таки завершили. В установленные сроки четко завершили, и подача тепла с начала этой недели могла поставляться по заявке управляющей компании в любой дом. Здесь может быть управляющая компания, мы их тоже оперативно немножко с ним проработали, поднадавили, чтобы они побольше делали заявок, и мы уже сейчас видим хороший результат по дому. Но остается действительно перекопана сейчас Арджиникидзе, она на отопительный период влиять не будет, но очень сильно мешает всем гражданам, которые проживают, особенно в заводском районе, очень большие пробки. Но по тем планам, которые у нас есть, это максимум в течение двух недель, эти работы должны завершиться, чтобы граждане спокойно у нас ездили по городу, вовремя, без опозданий. И еще раз хочу повторить, что эта ремонтная работа, которая ведется, она на сегодняшний отопительный сезон никак не влияет. Сейчас в каждом доме города Саратов, при наличии заявки, при отсутствии аварийных ситуаций, а может поддаваться теплом. Дмитрий Валентинович, давайте оставим отопительный сезон и перейдем к другой теме. Каковы предварительные итоги строительного комплекса за 9 месяцев текущего года? Ну, этот год, в принципе, если его оценивать с точки зрения перспектив, я считаю, достаточно положительной с точки зрения строительства, и текущий месяц не стал исключением. Порядка 118% у нас на сегодняшний рост к предыдущему году свыше 720 тысяч квадратных метров. Мы уже по итогам 9 месяцев, наша строительная индустрия на рынок выдает жилье. И самое, что важное для нас, мы очень сильно увеличили строительство жилья экономического класса. Мы фактически в 3 раза больше строим жилья экономического класса, чем в прошлом году. А насколько мы знаем, жилье экономического класса это то жилье, которое стоит порядка 30 тысяч рублей. И это действительно, более доступного жилья, чем 30 тысяч рублей, фактически нет нигде. Всегда есть положительная тенденция в Саратской области. Мы недавно видели на крупных федеральных совещаниях, отмечает Саратская область как область, которая умеет строить жилье экономического класса. И в ближайшее время может быть даже такое совещание, которое мы с вами увидим, на котором эти вопросы будут обсуждаться. Ну, и по многоквартирному строительству мы тоже идем впереди. И если брать сентябрь и брать сентябрь прошлого года, то фактически на 50% многоквартирного жилья строится больше. Еще, пользуясь случаем, мне хотелось бы всем рассказать и пригласить в Министерство строительства и ЖКХ. С 14 октября у нас начинается опять обучение по курсам управления многоквартирным домом. Современное законодательство жилищно-коммунального хозяйства. Курсы проходят бесплатно. Мы каждого активного гражданина, кто интересно и хочет участвовать в управлении своими многоквартирным домами, приглашаем пройти эти курсы, записаться на эти курсы и, соответственно, по итогам курса получить сертификат. Там расскажут все основные азы управления многоквартирным домом, азы формирования общего собрания и, конечно, управления тем капитальным ремонтом, который сегодня с ноября месяца приступает к развитию своей реформы. Я напоминаю, что с ноября месяца мы все увидим новые платежки и новая строчка появится в платежках капитальный ремонт. Спасибо. Дмитрий Леонидович, спасибо за то, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. Спасибо, всего доброго, до свидания. А я напоминаю, в гости студии у нас был министр строительства и ЖКХ Саратовской области Дмитрий Тепин. Смотрите нас каждую субботу в это же время. Всего вам доброго. Меховая ярмарка «Куница» с 8 по 12 октября. Шубы из Греции, Турции и Пятигорска. Цены от производителя. Гарантия на все товары 2 года. С 8 по 12 октября. ДК «Россия». Площадь Ленина 1. Здравствуйте. Прогноз погоды на ближайшие выходные. 11 и 12 октября. По области будет пасмурно и дождливо. В Петровске плюс 3, плюс 5. В Екатериновке плюс 4, плюс 6. В Питерке плюс 7, плюс 9. В Новозенске плюс 5, плюс 8. В Духовницком плюс 6, плюс 10. В Саратове будет перемена облачности. Ветер северный. От 5 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха плюс 2, плюс 6. Перенесемся в другую точку земного шара. В Чехии, в Карловых Варах плюс 17, плюс 20. Погода ясная. Это все в рамках сегодняшнего выпуска. Счастливо. Меховая ярмарка «Куница» с 8 по 12 октября. Шуба из Греции, Турции и Пятигорска. Цены от производителя. Гарантия на все товары 2 года. С 8 по 12 октября. ДК «Россия». Площадь Ленина 1. Редактор субтитров А.Семкин